И вот 1399 год наступил. Умирает Джон Гонд, и Ричард II конфискует владение Джона Гонда. Конечно, после этого Генрих IV, Генрих Иванович, не мог остаться в стране. Он возвращается в Англию и поднимает мятеж, который поддержала масса родовитой аристократии. Которые вдруг поняли, что ведь и у них тоже могут так же взять и конфисковать. Напомню, вдруг кто пропустил этот момент. Собственно, английский остров был довольно умно поделен на территориальные единицы. То есть, там не было, за редчайшим исключением графов-палатинатов, не было ни одного графа или герцога, который бы владел одним слитным большим земельным доменом. То есть, какой-нибудь герцог ланкастерский, он владеет доменом, который в два раза больше королевского, и он в одном месте. Так, чтобы можно было раз и быстро, например, со своего этого долина, собрать рыцаря и пойти в качестве мятежника на Лондон. Не получится, просто у тебя может быть 40 замков, но они все раскиданы в 40 разных местах Англии. То есть, то, что ты герцог ланкастерский, не значит, что ты владеешь каким-то ланеспортом одним этим. Или там утёсом Кастроли. Нет, такого не бывает. Опять же, графство-палатинаты – это редчайшее исключение, когда большая территориальная единица находилась там с несколькими городами и замками на одной территории, находились в одной власти. Правда, уже к тому времени они все были конфискованы королём давно. Интересно. Палпатин не от них происходит? Палпатин вряд ли. Да, так вот, Ричард против Ричарда IV поднимается восстание. И Генрих Боленброк, с которого срисовали в «Игре престолов» Роберта Багратиона, выигрывает это восстание и свергает Ричарда II, которого заточают в замок, и он там почему-то умирает. Так получилось. Так как-то вот вышло. Конечно, у Генриха IV тут же все не задалось. Именно поэтому он всегда очень хотел воевать с Францией. Потому, что он очень хотел забрать Нормандию. Он считал, что… Это прямо вот его была идея фикс, что владеют Нормандией и Аквит. Они, кстати, французы совершенно без всяких прав. Ладно, там это парижский трон. Бог его знает, что там получится или нет. Вот отобрать наше мы должны. То, что у нас отнял Филипп II Август. А потом почему-то Карл V, хотя у нас вообще-то было перемирие. Как так получилось, что во время перемирия продолжались какие-то боевые действия, и мы их ещё и проиграли. Это нарушение договора, это узурпация престола. То есть, он полностью выдвинул заново программу Эдуарда III. Но он не мог никак заняться этим по-серьёзному. Ну да, там были высадки в Нормандии, когда Георгий Скоролианских приглашал на тренинг. Продолжение следует...